Всем привет! Сегодня я решил записать видео о последнем коне, да, вот сегодня я наконец-то его подниму. Параллельно буду прокачивать ему навыки, ну как навыки, вот этот вот конь, да, вот у них могу приручение. Параллельно я буду прокачивать, насколько у меня хватит айтемов, да, и расскажу, почему так долго я не поднимал его. То есть ноги уже давным-давно ниже уровнем и уже имеют вот последнего дракона, которого можно прокачать. Выше него уже нет пока что, но я думаю, что может быть со временем добавят, потому что уже в принципе давным-давно не было никаких обновлений по поводу коня свыше, но там приручение уже 100 уровня доступно будет. Если, например, сейчас вот нам доступно только 10 уровня, было приручение, прорыв. Ну, в общем, не буду затягивать, давайте поднимать. В принципе, поднятие стандартное, если вы идёте в топе, ну не в топе, но в первых рядах, даже не в первых, в первой сотке, всегда поднятие на половине благословения идёт, ровно на половине. Если вы вот сейчас стартанёте на нашем сервере, то поднятие будет там вообще в начале процентах на 10, а пока первых на конях, а дальше будет типа тоже где-то к середине и последние тоже на середине. Поэтому я вот более чем уверен, что сейчас за одно нажатие мы поднимем сейчас, апнем этого анигмагона. Ну, давайте будем. Нет! А вот, да, вот. Ровно половина. Да, смотрите, мы подняли коня, дальше смотрим. У нас появился рейтинг, рейтинг всех коней, вот, абсолютно всех. Значит, награда за этот рейтинг, за первое место, плюс урон, минус урон, 3600. За 51-100 место по 1200 и просто 80 очков рейтинга коней. Это будет плюс 400. Я подниму 80 очков рейтинга коней, я в рейтинге в топ рейс не буду, посмотрю, пока тратиться особо не собираюсь. Давайте при ручении посмотрим, насколько у меня хватит. Давайте начнём с ловкости. Смотрите, почему я так долго не поднимал коня. Получается, я продавал грибы. Как продавал и куда я их девал, смотрите, есть подарочные купоны. Эти купоны я выигрывал в битве топ-50 каждое воскресенье, да. И выигрывая эти купоны, я потом, ну там, три купона у меня в среднем получалось. Иногда не получалось вообще купоны выиграть. Эти купоны я, получается, через купоны подарочные я пересылал грибы. Соответственно, за то, что я к человеку отсылал грибы, потому что они ему нужны были, он мне чем-то помогал. Ну, то есть, я не просто так отсылал, это была взаимовыручка. Мне не горел этот конь, тем более, что у него не было тогда ещё 100 уровней приручения. Поэтому я решил сначала поменяться и получить какую-то себе выгоду. И я эти грибы, я примерно, чтобы не соврать, около 15 тысяч грибов, да, я переслал купоны подарочные. Так, что у нас теперь? 50 уровень доступен. И сейчас уже у нас очень много идёт расхода. То есть, в принципе, я, может, даже крит не вкачаю. У меня там всего лишь 3,5 тысяча. Сейчас, сколько здесь было? Здесь было 6 с чем-то, да, если я не ошибаюсь. Это 2 тысячи уже ушло. Да, мне придётся докупать. Я, в принципе, рассчитывал, что 3,5 тысячи будет хватать на 100 уровней. Но, если я не ошибаюсь, то мне их не хватит. Нужно намного больше. Но это хорошо, у кого есть вот айтемы, да, вы поднимаете себе нигмагона, последнего коня. И можете спокойно сразу же поднять 100 уровней. Это 2 тысячи уклонения, 2 тысячи крита, 2 тысячи парирования. Это если у вас есть доступные айтемы. Да, и очень много золота уходит. То есть, я нажимаю по 10 за клик. И у меня уходит, получается, 100 тысяч за каждый клик. Это 10 клик. Ну, в принципе. Не, он золото, видно. Уже 30 миллионов золота где-то пропало. А это только первый. Ловкость. Который, да, будем смотреть. Что-то мне вообще подсказывает, что я чувствую... А, у них всех стабильно. 10 тысяч нужно на каждый уровень, да? Да, да, стабильно 10... А, или нет. А, вот, 10 500. Нет, поднимается. Очень, очень даже. Нет, ну вот, например, ловкость и баланс я вкачаю. А вот понимание мне придется еще докупать. Поэтому в магазине. Потому что не хватит. И довольно-таки много не хватит. Я не ожидал, я не скупал их. Ну, ничего. Посмотрим сейчас, насколько хватит у меня в принципе. В целом. Вот. Дальше есть еще какие-то... Желтый дракон такой же. И... Не помню, по-моему. Серый или зеленый, или синий, не помню. Но и них неизвестно где брать. Их пока вообще... Они уже есть у нас безумно давно. В обликах. Но и них непонятно, когда введут. И за что, может быть, хотели ввести зарейдинг. За топ-1, топ-10, к примеру. Так, ну что, мы сборим пополам, я чувствую. А, может, и не доберемся. Нет, должны добраться. Должны сотый уровень взять. Да. Вот, сотый уровень мы взяли. Дальше у нас баланс. Делаем то же самое. Поднимаем сотый уровень. В принципе, я вот после того, как начал уже грибы сам прокачивать, себе уже давно уже жду, когда уже будет этот последний дракон. Не из-за дракона, а именно из-за баланса. Потому что тут доступно 100 уровней баланса. Это реально очень большой бонус. По хорошим статам. Такие как крит, уклонение, парирование. Для основного персонажа это очень-очень-очень хорошо. Будем сейчас прокачивать. Надеюсь, что мы быстренько прокачаем это все. Так, что у нас по обновлениям. Почему я не снимал видео в четверг? Потому что в четверг вышло всего лишь одно обновление. Это скачки. О скачках я снимал видео раньше на китайском сервере. В принципе, все так, как я и говорил. Даже если там было непонятно, потому что там не китайский, а корейский сервер. Да, простите, опять же, то на меня исправили. На корейском, в принципе, не особо все понятно было. Вот. Поэтому пришлось немножко импровизировать. Но я, в принципе, угадал все. Есть 4 коня. Каждый час они меняются. У них есть параметры. Параметры, по-моему, сила. Это скорость бега, в принципе. Дальше параметры у них есть. Взрыв. Я не понимаю. Ну, в принципе, я думаю, как это типа остатки, мне кажется, взрыв. И дальше есть еще один параметр. Не помню, как он называется. Но это типа общее показание силы и взрыва. Или как-то так. То есть, в принципе. Дальше у нас идут коэффициент. Который на выигрыш. И потом ставки, количество поставленных и максимальная ставка. И вы можете сделать ставку. Я вчера ставил... Я ставил несколько раз сразу на 4 коня по 200 тысяч. И выигрывал 900... Что-то там 960, по-моему, тысяч. То есть, даже поставив на максимальные ставки на всех коней, я все равно оставался в плюсе. Ну, мне просто интересно было. Но чаще всего выигрывал конь там, где взрыв и сила максимально большие. То есть, вы можете заходить, смотреть максимально хорошие показатели взрыва и силы. И просто брать и этот самый... И ставить на 2-3 лошади по 200 тысяч, которые, ну, там, практически должны по-любому выиграть. По вашему мнению. И вы все равно будете оставаться в плюсе. Плюсе по золоту. У меня, в принципе, золота много. Но не забываем о том, что скоро будет обновление на... Звезды этих стадий, да? То, о чем я говорил. И если они... Ну, если все так, как я думал, то там примерно нужно будет 600 миллионов, а то и до миллиарда. Потому что там есть шанс срабатывания. Он не 100%. И примерно до миллиарда золота. Для того, чтобы прокачать все дополнительные параметры за золото. Вот. Поэтому золото нам нужно и его нужно копить. У меня, например, вот сейчас 780 миллионов, 100 миллионов я уже слил на прокачку. Пока меньше только двух параметров. И поэтому... Ну, еще у меня есть мешки с золотом. У меня есть монеты в этом дополнительном инвентаре. Есть у меня всякие бонусы. Там просто пару... Там 300 миллионов золота во втором складе. То есть, в принципе, больше миллиарда. У меня, я думаю, где-то 1,4-1,5-1,5 миллиарда где-то у меня будет в запасе. И когда ведут обнову, я все-таки смогу подключать сразу на максимум. Потому что это будет очень много времени. Я не знаю, буду снимать и полностью весь ролик или нет. Посмотрим по времени, как оно будет занимать. Потому что... Я чувствую, что это будет реально долго. Даже вот это вот видео. Мне уже надоело клацать вот это вот. Представляете, сколько там было? Примерно 6 тысяч одних айтемов. 6 тысяч вторых айтемов. Вот 3,5. То есть, примерно 15,5 тысяч айтемов я сейчас проклацываю. Это 150. А, нет. О, боже. Это безумно много. Короче, раз я накликал. Да, это полторы тысячи раз. Я вот на кнопочку нажал. С ума сойти. Да, так что вот. Ну, видно, да, что не хватит. Реально не хватит на хрит. Мне придется все-таки покупать айтемы. Я все-таки думал, что мне минует сия участь. Но мне еще добротность тысячи 2-3 нужна айтемов. Это меня вообще печалит на самом деле. Потому что это реально очень много. Учитывая то, что продаются по 100 и даются разные. То есть, это 30 в день. Это тысяча в месяц примерно только. То есть, это мне еще несколько месяцев придется докачивать вот это вот понимание. Я не ожидал на самом деле. Думал, что все же я больше его вкачаю. Но ничего. Вкачаем. Все. Да, вот все, что получилось скачать. 61 уровень понимания всего. Это, кстати, очень плохо. Потому что это крит. Крит нужно максимально прокачивать. Так, смотрим облики. Давайте заодно я вам покажу все облики. Как недавно, да, дракон бог лета прокачал. Давайте посмотрим всех коней. Я не буду их одевать. Я просто покажу от первого до последнего, как они шли. Да, вот. Олени. Дальше лиса. Рыжая, черная. Дальше были фенриры, но это поездовые волки. Так, потом тигры пошли. Потом вообще непонятная тигня какая-то. Рыжая, слоны. Ну вот этот, не, не этот слон. Где я хвост? А вот этот. У нас я звездой могу. Дальше были какие-то мантикоры. Потом стальной скелет. Дальше лама. Прикольные, кстати, ламочки. Вот, жаба. Я когда начал продавать грибы, я остановился вот на жабе. Помню, или первая, или вторая жаба у меня была, в принципе. Вот, три жабы. Дальше вот есть такие вот Горуда, Нут, Анка. Вот такие вот. Стоп. Анка. Дальше вот у нас есть дракон спектр листа. Ой, извините, я этого не говорил. Но очень напоминает на самом деле. Какую-то такую змеевидную ерунду. Да, золотой дракон и сам Энигмагон. Вот. Это вот последний. А тех три дракона, вот еще где-то. А, их убрали. Их убрали, если я не ошибаюсь. Не еще были. Да, вот здесь были еще два дракона. Их убрали. Их нет, их не видно. Дальше. То, что у нас доступно за разные мероприятия, ивенты, скажем так. То, чего можно достать, купить, выиграть. Ну, оно, в принципе. Мне вот этот нравится. Он прикольный. Золотой не так нравится, он не очень. Так, есть еще вот что. Дальше что у нас? Это на китайский Новый год выдавали. На Пасху. Это на чемпионат мира по футболу. Этот всем дают на начальных уровнях. Так, пандочка. И вот будет ивент на Хэллоуин. Вот завезли последний, вот с котейкой. Вот это метла. Транспорт. Основной любимый женский транспорт. Да? Шутки ради. В принципе, вот все кони. Это был у меня вот последний. Месяца через три, надеюсь, понимание, докачаю. Так что, в принципе, это все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Советую, собирайте магические камни. Через недельку будет Хэллоуин. И я думаю, что нам дадут какой-то ивент очень классный. С тратой камней, естественно. И посмотрим, что там будет. Думаю, ну, всем понравится. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok